Временно исполняющий обязанности губернатора сегодня посетил главные строительные площадки Наринмара и поселка Искателей. Это первая подобная рабочая поездка Александра Цибульского. Он осмотрел объекты, а также пообщался с исполнителями контрактов, которые рассказали о применении новых технологий для Крайнего Севера. Осмотр строительных объектов Александр Цибульский начал с будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят в микрорайоне Старый аэропорт. Заказчик – унитарная некоммерческая организация Фонд социально-экономических программ Ниньского округа. Новый современный ФОК обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Масштабный проект реализуют на средства недропользователей. По словам строителей, завершить все работы планируется в конце 2019-го. Функциональный спортивный объект будет разделен на три части – водный комплекс, фитнес-центр и универсальный игровой зал. Универсальный зал с целью устраивать, организовывать соревнования по мини-футболу. Следующий объект – многоквартирный жилой дом на улице авиаторов. Его возводят из конструкции, изготовленных на местном заводе Заполярья. В качестве подрядчика – компания «Полис Жилстрой». Будущее здание представляет из себя семиэтажный дом почти на 300 квартир. Первые три секции сдадут в марте 2018-го, остальные семь – в ноябре того же года. Специалисты уверяют – все работы ведутся согласно графику. Коммуникации все наружные подведены. Центральный тепловой пункт уже монтируется, и тепло мы в дом уже готовы подавать. Газ подведен, электричество подведено, вода подведена. Работы по благоустройству предварительного режима, ну, отсыпки все уже выполнены. Какие-то риски видите? Нет, на сегодняшний день нет. Осмотрел Александр Цибульский строящийся гостиничный комплекс на улице Рыбников. Его возводит на «Ренмарстройинвест». Заказчик – объединенный авиаотряд. По сути, это будущее малосемейное общежитие для сотрудников предприятия. Ну, приезжает человек в командировку. В квартире что-ли жить интересно? Ну, смотря сколько. Если три дня, то да, а если два месяца вахта, ну, допустим. Но все равно комфортнее жить, собственно, ну, как бы в некой квартире. Нет, комфортнее всегда в гостинице, потому что тебя там обслуживают, весь комплекс услуг-то получаешь. А здесь то же самое. А здесь, ну, не знаю, может быть, не знаю. Здесь идеология ровно такая же. А это уже не строящийся объект, а готовящийся к сдаче. Жилой дом на улице Тыковылка. Собственники большинства квартир – участники окружной программы ипотека под 1%. Глава региона побывала в поселке Искателей. Осмотрел два строящихся жилых дома на улице Поморской. В общей сложности на 43 квартиры. Такой дом собирается за месяц и два месяца отделки, то есть реально там строительный цикл 4 месяца. Здесь у нас немножко дольше это получается, но по темпу монтажа это аж в неделю сейчас идет. Вот то есть за сколько вы дома? Ну, до Нового года мы эти два дома должны собрать. Эти жилые строения возводят из так называемых сэндвич-панелей. Именно поэтому процесс строительства длится всего несколько месяцев. Кроме того, руководитель завода «Заполярье» Игорь Лысенко заверил Александра Цибульского. Несмотря на быстрые темпы возведения, такие дома способны выдержать любые морозы при соблюдении технологии. То есть собственникам квартир не стоит опасаться сильных холодов. В данном доме применяется система, что швы между панелями монолитятся. И минвата на минвату, там специальные зубья делаются минватные, эти швы перекрываются. И после того, как контур замкнется, дом будет приравнен к монолитному. И до 25 этажей по такому системе можно сжигать. В целом, увиденным Александр Цибульский остался доволен. По его словам, самое главное теперь, чтобы все эти проекты были реализованы в срок и максимально качественно. Иван Кутенников, Александр Дуркин, Телеканал «Север».